Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы остаетесь с нами на «Влияние». Это программа «Влияние». Сегодня прекрасный день, солнечный день в Калифорнии. И Нелли Мертис у нас в студии. Нелли, приветствую. Рада приветствовать вас, дорогие зрители и пастор Юрий. Доброе утро. Я действительно уже несколько лет отсутствовала на студии и очень за вами скучала, потому что я люблю распространять Слово Божие в любой ситуации, в любой форме – в эфире, персонально или в обществе. Это хорошо. И что Бог говорит тебе в последнее время? Бог говорит одно и то же, что Слово Его незыблемо и утверждено на небесах. И это будет сегодняшняя наша тема, которая будет называться «Власть христианина». Насколько я тебя помню, много лет ты упражняешься в этой теме. Много лет. Да, я думаю, что если мы настоящие христиане, мы должны упражняться в теме вера, познания и слияния с Ним. И через сущность Его авторитета мы получаем авторитет для того, чтобы реализовалась Его воля на земле через нас, учеников. До темы. Буквально в нескольких минутах. В Америке, особенно здесь, да и в Европе, есть такие слухи, верные слухи. Есть верный слух, говорит апостол Павел, о том, что это слух, но ты поделишься некоторыми откровениями в общих чертах, чего нас ожидает. Если Господь открывал тебе, или ты, так сказать, владеешь теми откровениями других пророков в общих чертах. Я уверена, что нас ожидает то, что написано в 13, 14, 15 до 19 главы Откровения Иоанна Богослова. Я просто вижу, что времена подошли так близко к совершению последней воли Божьей перед пришествием Иисуса Христа, что нас всех ожидают катаклизмы природные, политические и житейские. Но Бог же готовил человечество и христианство, готовил к этим последним дням и временам и предоставил нам панораму возможностей, как побеждать в тех узких условиях, которые просто повторятся. В античные времена церковь Иисуса Христа шла через гонение, и церковь последнего времени пойдет через гонение, потому что написано «многие убелятся». Мы так прилипли к земле, что если нас не убелять через сотрясение разного рода, мы не сможем подняться в небеса. Придет Иисус, а мы прилипли к земле, мы настроены на землю, мы корнями впились в землю, мы настроены на быт, мы настроены на личные интересы, на личные устройства, и мы совершенно перефокусировали свой взгляд с Христа на персональную жизнь. Поэтому я думаю, Библия четко отмечает нам, что перед пришествием Иисуса Христа придут разные сложные ситуации для того, чтобы подготовить церковь Иисуса к восхищению. Ну вот я вспоминаю Первоапостольскую церковь, есть такое место в Писании, церква же по всей Иудее, Самарии и Галилеи находились в покое. Был такой период, когда церква находилась в покое, и это нормально. И при утешении от Духа Святого написано, что умножались. То есть не всегда в период истории христианства церковь были такие стабильные времена, были спокойные, хорошие, добрые времена. Поэтому то, о чем ты говоришь, что перед пришествием все-таки нечто будет происходить, и в Откровении апостол Павел об этом говорит, Христос в 24 главе, много об этом говорит Матфей в 25. Поэтому, ну, поживем-увидим, я обычно говорю. То есть есть некоторые откровения, которые предостерегают, что спокойные времена для церкви, они оканчиваются. Да, потому что Библия предупреждает нас очень конкретно и ясно, что перед пришествием Иисуса Христа будут выпущены четыре всадника. Это, конечно, образы тех проблем и усложнений, которые ожидает человечество. Но если человечество будет сотрясаемо, если мятежи будут во всех странах, то они прямолинейно коснутся и церкви. Да, Господь говорил, что церковь в последнее время идет в подполье во всех странах. Причины будут разные. Например, в европейских странах через СМИ придет настройка против церкви, как бы распространяющей болячки и букашки разного рода. Вы, я думаю, образ поняли. В других странах будут законы новые. В Америке придут два новых закона. Это будет новая форма перерегистрации. И всем пасторам предложат прийти в новые взаимоотношения с политикой и с юриспруденцией. Но эти два закона будут против церкви. Они будут так завуалированы, что люди не поймут, что это петля. Поэтому христиане, которые вводимы Духом Святым, осознают, что им делать, и придется уйти в подполье. Те, которые примут новую форму регистрации, как бы им будет предложена свобода. Но на самом деле эта свобода приведет их к усложнению ситуации, к очень узким условиям. Так что церковь последнего времени будет в тех же условиях во всех странах, как церковь первого времени. Но Христос говорил об этом. Будут гнать вас, преследовать, уничтожать. В ближайшей перспективе, это с моей точки зрения, для Америки, в ближайшей, ну скажем, пять лет, десять, если либералы не возьмут верх, что идет к этому, радикалы, либералы, вот эти, левые, то в ближайшей перспективе нас такого не ожидают. Потому что на политическом Олимпе, в Вашингтон, Ди Си, в столице Америки, все-таки еще остались прохристианские, просемейные, те, которые еще пока, они балансируют между либералами и балансируют между консерваторами. То есть их небольшинство, они уже в меньшинстве, но они еще держат, так сказать, еще держат этот, пыл держат. Поэтому, anyway, ну это так, это к слову. Юрий, Бог говорил, что следующая пятилетка самая громкая в Америке. Такая ситуация, которая грядет в следующий год, еще не была в Америке. Это будет настолько громкая ситуация, поэтому я специально подготовила тему для христиан, как пользоваться властью в моменты очень громких настроений народа. Мятежи будут достигать такого уровня, что людям придется охранять свои дома, охранять свои семьи, молиться о том, чтобы Бог оберегал дома. Мы, например, в Германии постоянно используем такую практику. Мы мажем дома наши, косяки домов, окна мажем, мажем четыре укла дома. Даже иногда я прокапаю периметр нашего участка для того, чтобы Бог сохранил нас от людей с нечистыми намерениями. То бишь, это воры, это насильники, это грабители, чтобы Бог защищал нас. И я предлагаю такую же форму молитвенной защиты и пророческого действия для населения. Потому что то, что грядет, нами не снилось. И это не будет когда-то. Юрий, я здесь не по своему желанию. Мне Господь сказал во сне вылететь в Америку 16 июня. Это не мой план, это Божий план. Но я хотела здесь быть октябрь-ноябрь, конец осени. И Господь сказал, в конце осени ты здесь не можешь быть, потому что ситуация в стране настолько накалится, что будет очень опасно летать на самолетах. Так что я здесь совершенно не нечаянно, а потому что в будущем закроются двери для перелетов. А это значит, жителям этой страны нужно настроиться на то, что им необходима сильная вера для того, чтобы остаться в живых. Им необходимо знать места Писания, им необходимо слиться с Духом Святым, чтобы пользоваться властью для защиты своих семей и своей персональной жизни. Мы плавно перешли уже в тему. Продолжай. Хочу только отметить, явные места Писания, яркие места Писания говорят о том, что битва выиграна, что драгоценной кровью Агнца нам дана победа. И потому что мы имеем сильного защитника, потому что мы имеем ангелов-хранителей, потому что мы имеем победу триумфальную Иисуса Христа, мы можем в повседневной, бытовой, частной и политической жизни пользоваться Его благодатью, Его силой и Его власти. Однажды мне Бог говорит, напиши тему «Сила веры». Я говорю, Господь, я выписала все места Писания, вроде бы собрала их по движению лестницы наверх до апогея, а дальше что делать? Я не знаю. Я говорю, Господь, я 40 лет служений, и я не знаю эту тему. Мне страшно, мне стыдно. А что дальше писать? Тексты Писания выписала. Да, можно какие-то направления взять. Это несложно по теологии, по экзегетике. Можно куда-то пойти. Но что хочет Дух Святой? Я стала спрашивать Дух Святой, в каком направлении двигаться? И он мне сказал, сила веры – это сила притяжения Божьей славы. Наступает еще серия вопросов. А что такое слава? Я размышляла, что слава – это присутствие Божьей творческой силы. Когда сходит слава, тогда совершаются чудеса, исцеление, вдохновление, обновление. Люди перестраиваются внутри. Внезапная сила покаяния сходит на людей. Смотря какой контингент, конечно. Если это христиане, то христиане тоже нуждаются в покаянии. Но присутствие Божьей славы, оно всегда действует в намерении Божьих целей, в направлении Божьих целей. Какие Божьи цели? Мы должны выяснить для себя. Какие Божьи цели? Если слава – это присутствие Божьей творческой силы, являемся ли мы прямыми участниками Божьей творческой силы? Или он действует независимо от нас, или он действует через нас, параллельно с нами. Тождественно с нами. Творческая сила. Прошу прощения, я остановлю. Творческая сила – это… Творческой силой обладает абсолют, которым является Бог. То есть Он творил словом. Ты приложи толкование. Творческая сила – есть такое утверждение, что словами мы можем творить в духовном мире. Так написывай, говоришь, не говори, как слова Божьи. Да, потому что, когда я слышу творческая сила, у меня сразу вопросительный знак большой. То есть это ability, это способность делать то, что Бог творил словом, или ты это применяешь в плане чисто, не то что теоретическом, а чисто духовном, таком нашем повседневном. Вот когда мы что-то говорим, когда мы что-то провозглашаем, когда мы что-то просим у Бога в этот духовный мир, физически мы это говорим словом, и оно творит. Об этом, о чем ты говоришь? Павел ответил на ваш вопрос. Это способность быть соучастниками Божьего естества. Поэтому апостол Павел 4, 17, 1, 17, эфесянам говорит, чтобы нам познавать, как безмерно могущество величия Его в нас, действующих, верующих по действию державной силы Его. Это способность быть соучастниками, сотворцами на том уровне, которое дозволено для христианина. Потому что Иисус подчеркивал, как он функционирует в дарах и действиях. Он сказал, «Я Духом Божьим творю чудеса». Это и исцеление, и изгнание бесов, и кормил, умножая природные ресурсы. Вот у него кусочек хлеба, он его умножил на 15 тысяч человек. То есть Бог нам дал ту же возможность, которую имел Иисус. Но в определенном ореоле. Мы не можем творить землю, новую луну, какие-то новые планеты. Бог очертил границы. Да, он дал нам сферу деятельности. Это наш быт, это наша вера, это наше спасение, это наша семья, это наша церковь. Это призвание мира к Иисусу. Продолжай. Вот это я хотел от тебя услышать. Да. То есть мы имеем, мы очерчены. Мы очерчены. Да. Божьим словом. Да. Бог нам указал свою волю, в чем, как мы можем реализовать его волю, и в чем она созиждется. Какой крут, или какая сфера деятельности для христианина. Поэтому я подчеркну, мы не делаем то, что нам не сказано делать. Совершенно верно. Но когда мы читаем 11 главу евреям, мы видим, что христиане, даже их нельзя назвать христианами, верующие тех столетий античных времен, которые действовали только в законе Моисеева, даже они творили действия сверхъестественного порядка. Написано, они останавливали силу огня, они воскрешали, они направляли, они защищали. Божье действие было в том, что Бог защищал Израиля. Сверхъестественным путем. Через веру, через послушание его служителей, его священников. Тогда это были цари, пророки и священники, которыми пользовался Господь, или через которых Бог проявлял свою сверхъестественную силу. Сейчас гамма красок расширилась. Все христиане имеют право быть участниками божеского естества. Но есть ли какие-то предпосылки для того, чтобы мы получили возможность? Право есть. Власть предоставлена, но возможность зависит от нас. Иду ли я тем путем, который предоставил мне Бог? Пользуюсь ли я теми инструментами, которые предоставило мне Писание? Нахожусь ли я в том состоянии, которое позволяет мне пользоваться скипетром власти или силой сверхъестественного порядка? А что является силой сверхъестественного порядка? Это не какой-то космический дух, не какое-то космическое влияние, не какой-то вселенский разум. Мы запечатлены Духом Святым. Личность Святого Духа, который находится в нас, он и является источником силы, действующей в нас сверхъестественно, по его уровню, по его предложению, по его стандарту, который он указал в Писании. Больных исцеляйте, бесов изгоняйте. И о сверхъестественных моментах, например, написано то, что Бог делал. Ходил по воде, Он показал размер возможностей, что мы можем делать, когда мы примем того же Духа, который имел Он. Угашали силу огня, например, написано в Писании. Заграждали пасть львам. Или там написано о животных. Если даже змея укусит ядовито, не повредит вам. О чем это говорит? Власть над природой. На каком уровне? На том уровне, который тебе необходим для защиты. Я не буду ходить и говорить, ой, пусть луна не светит, мне нужно, чтобы 36 часов было во дне. Это невозможно сделать, потому что есть установки Божьей власти. Он, слово его утверждено на небесах, написано, да? Он установил законы, которые незыблемы, и они содержатся его словом. То есть его властью, авторитетом и силой энергии, которая всегда исходит от Бога. Потому что он всегда движим, всегда течет. Что ты скажешь на том уровне, который Бог дал нам? Что ты скажешь относительно той меры, которую мы имеем? Не только уровень, но есть и мера. Написано по мере веры. Да, совершенно верно. Вот этот текст Писания показывает нам, насколько ты достиг его, не достиг своих возможностей, насколько ты слился с ним. Что такое мера веры? Вообще, что такое принципы веры? Имеет ли вера принципы? Я вот даже несколько очерков здесь делала. Принципы веры – это убеждение в абсолютной истинности Божьего слова. Что делает меня дерзновенной? Убеждение в абсолютной истинности Божьего слова. То есть уверенность, убеждение, да? Да, что слово его незыблемо, что слово его утверждено на небесах. И если он что-то говорит, это да и аминь, непререкаемо, абсолютно точно. Потому что убеждение в абсолютной истинности Божьего слова дает мне силу быть дерзновенным, дает мне широту возможностей. Второе, я бы подчеркнула, это знание Божьей непреклонности. Бог неизменный в своем слове, независимо от моего несовершенства. Я не беру здесь понятие греха. Грех мы сейчас исключаем. Я говорю о несовершенстве. Мы всегда несовершенны. У нас нет абсолютности в нашей физиологии. Мы можем заболеть, мы можем душевно быть ранены или даже духовно ослабевши. Но несмотря на то, что у нас всегда есть какая-то форма несовершенства, Бог всегда в движении. Я могу довериться Духу Святому, который может использовать меня даже тогда, как Павел говорит, когда я немощен. Странное противостояние, вообще диссонанс, порядка вещей. Когда я немощен, тогда я силен. Наш мозг это не может воспринимать, потому что это антагонизмы. Или я немощный, или я сильный. И Павел показывает, что физиологически я могу иметь разного рода недостатки. А духовно я могу расти, несмотря на мое физиологическое ослабленное состояние. Как я могу расти духовно? Через познание Его. Написано, через познание Его Он, праведник, усовершит многих. Что такое усовершит? Приведет к образу совершенства. Соучастник в творении. Соучастники Его славы, написано, да? Соучастники. Чтобы нам познавать, как безмерно величие, могущество Его в нас. Это процесс. Если я не участвую в этом процессе, если я не движусь вперед, если я не познаю, как безмерно величие, могущество Его в нас, я не могу пользоваться скипетром власти, который предоставлен каждому христианину. И Павел специально приводит такой сравнительный вариант. Когда царь рождается для нового престола, он называется царевич, и в детстве ему не предоставляется возможность править. Но когда он достигает совершенного возраста, возраста ответственности, тогда его коронуют на престол. Вот так, я думаю, и в жизни христианина. Это очень параллель четкая, которую приводит апостол Павел. Когда мы усовершенствуемся во Христе Иисусе, сливаемся с Ним больше, больше и больше, тогда мы понимаем и уровень ответственности, который нам приносит Священное Писание или предоставляет Священное Писание, и уровень власти, которая нам открывает панорама Евангелия. И мы смотрим, что делал Иисус, значит, мы должны идти по Его стопам. Он говорит, кто мне служит, мне допоследует. В чем? Во всех аспектах Его деятельности. Исцелять, прощать, снисходить, вести душу по печенью, так сказать, над человеком, да, изгонять бесов, исцелять больных и орудовать в тех проблемах быта или жизни, которые до нас допустимы, или которые нам возможны для входа в эту сферу. Ты перечислила. Ты перечислила. Я даже говорю о куриканах, например. Я обратил внимание, но ты упустила очень важное. Подскажи. Добавляю всегда, когда ты преподаешь эту тему, ты перечислила, что Бог повелел, поручил нам делать, что мы можем делать. И запятая, служить людям. Ты это упустила. Я думаю, что вообще наша жизнь это позиция служения. Мы не можем поступать иначе. Почему мы исцеляем больных? Потому что мы служим. Почему мы изгоняем бесов? Потому что мы служим. И я говорю, что мы должны принять образ действия Иисуса. Как он служил? Колено преклоненно. Он никогда не величался над своим творением. Вот это я хотел с твоих уст услышать. Никогда. Если ты пользуешься властью, у тебя нет права кого-то подмять под своей пяткой. У тебя есть право встать на колени и послужить чудотворением. Ну, не обязательно перед человеком встать на колени. Я говорю о позиции. Я служу в пророческом служении, но я всех людей предупреждаю. Когда я преподаю в пророческой школе, мы никогда не имеем права величаться из-за того, что мы какой-то дар имеем. Дар пророчества или дар исцеления или еще какой-то дар. Даже если мы не имеем никакой дар, но нам предоставлена сфера власти через послушание Иисуса Христу не только предоставлена, а нам вменено в обязанность творить волю Божию. Там написано, для чего дары? На дело служения для созидания тела Христа. Святых, да. Вот поэтому тут дело на служение. Вот это я, я стараюсь вот это слово выхватить с твоих уст. Все-таки что бы мы ни делали, в каких бы дарах мы ни упражнялись, в духовных сферах мы не простирались, на какой бы уровень мы ни восходили, все-таки мы должны понимать, что мы все-таки служим людям. Мы не превосходим, мы не... Превозношение вообще исключено. Совершенно верно, да. Вообще исключено. Продолжаем. Иисус четко показал, насколько Он, являясь царем, хозяином вселенной, никогда никого не унизил, кроме как подчеркнул ложную позицию фарисеев в очень таких ярких красках и показал, что они отступники ясными словами. А к простому народу, народу, который, не понимая свою позицию, не понимая свои возможности, он всегда относился снисходительно. Вообще, никакой дар не предоставляет нам пьедестал. Пьедестал нам предоставляет послушание Христу. Пьедестал в духовной сфере, а не надмиваться над какой-то церковью, личностью, народом и так далее. Именно Библия рассматривает наш пьедестал как управляющих в духовной сфере. Почему мы должны управлять в духовной сфере? Потому что есть два лагеря. Есть демонический лагерь, есть божественный лагерь. Мы направлены, мы наставлены воевать с кем? С силами ада, не с человеком. Мы не направлены воевать с человеком. Наоборот, написано, даже когда мы наставляем людей сделать это с любовью. Или когда мы молимся, или когда мы участвуем и пользуемся властью, мы не тыкаем друг друга и не говорим, я уже достиг, а ты ничтожество. Это вообще исключено в Евангелии. Поэтому, когда я говорю о вере, я говорю о преклоненности перед волей Божьей. Потому что человек даже и не может пользоваться верой в своем надменном состоянии. Не может, потому что Бог гордым противится. А кому дает благодать? Смиренным. Итак, что делает меня смелой, дерзновенной в действии власти или в использовании даров, или вообще просто в использовании веры? Знание Божьей непреклонности. Что он неизменный в своем слове, что от нашей несостоятельности немногое зависит. Евреям 6,18 написано, в двух непреложных вещах невозможно Богу солгать. Я рассматривала, что это за непреложные вещи. Мы возьмем только один отрезок этого текста. Богу невозможно солгать ни в чем. Апостол Павел там законы рассматривает, но если рассматривать глобально, Бог никогда не меняет своих идей, своих настроений, своих планов. У него нет переменчивости ни в настроениях, ни в Слове Божьем. Вот что является базой для нашей веры. Божья непреклонность. Но временами Бог удивляется. Глядя на человека, в Старом Завете я таких грехов не обнаружил даже и у язычников. Это так, к слову, продолжай. Даже Господа можно удивить. Да, я думаю, мы иногда творческие естества проявляем не в правильном направлении. Написано, есть много мест в Писании, где сказано, что Бог никогда не лжет, что Он верен своим обетованиям. И вот это 6.18 евреям, чтобы твердое утешение имели вы. Везде данные места текста Писания, которые показывают нам о надежности Божьего Слова. Твердое утешение, надежная истина, все, что Он обещает, все, что Он говорит, оно неизменно. Почему? Потому что Слово Его утверждено на небесах. Так же сказано, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. поскольку Бог в своем содержании, в своем естестве неизменный, я могу уповать на любой текст Его Слова, который Он предоставляет нам для использования, встать на Него как на фундамент и действовать в отношении Божьего Слова. Я очень много раз была исцелена. Я всегда была исцелена через Божье Слово и только 3-4 раза через вечерю. Но даже, когда я принимала кровь Иисуса Христа, я опять провозглашала Божье Слово, что ранами твоими я уже исцелена. Если будет возможность, в следующем эфире я расскажу тему «Сила крови Иисуса Христа». Почему я так решила несколько дней назад, просыпаясь, и Дух Святой мне говорит «Народ мой не знает меня, они не знают силу моей крови». Учи об этом. Вот поэтому я попросила вас второй эфир. А поскольку Слово Его утверждено на небесах, где оно еще утверждено? На земле тоже. Поэтому Иисус говорит «Да придет Царствие Твое, и пусть оно будет таким же, с теми же факторами, с теми же утверждениями, с той же позицией, как на небесах». Да, и поскольку на небесах нет ничего негативного, то все, что на земле негативное, смерть, болезни, разрушение, неудача, суды, противостояние, гонение, напряжение, гонение, я потом бы отдельно сказала эту тему, некоторые моменты дозволены будут Богом, но некоторые моменты мы можем предотвратить через Слово Божье и веру. Потому что сатана везде может устроить гонение, даже в церкви, может в обществе, может на работе устроить гонение. Отчасти гонения нас направляют и подталкивают Богу, иногда мы можем остановить гонение, чтобы явить Божью славу. Например, Даниил во рву гонение было, да. Что было явлено в этом гонении? Божья слава. Петр в темнице. Да, Петр в темнице. Была явлена Божья слава. Некоторые гонения содействуют явлению Божьей славы. Но также сказано, иные умерли в вере, не получив обещанное. Мы всегда должны осознавать, что есть линия исключительных случаев. Человек верил, человек молился, человек просил, исцеление не получил. Есть суверенитет. Да, именно из-за суверенитета. Мы не можем обвинять персону, которая не получила обещанное, сказать, он умер, потому что он был неверующий. Не всегда. Иногда он был очень верующий, но есть вот этот исключительный вариант. Время его пришло, и несмотря на его веру, он умирает, уходя в небеса сферой. Я люблю, знаешь, говорить, не раз говорил даже, даже, по-моему, в проповеди, меня восхищают те, которые имеют твердую, живую веру, находясь даже в болезни, находясь на смерти, в больничном одере, находясь на ложе, в больничном, которые имеют твердую веру, что может Бог в последнее мгновение восстановить их, поднять, исцелить. И они умирают в этой вере. Меня восхищает более вера тех, которые умерли, как ты говоришь, в вере, вернее, апостол Павел, чем, глядя на жизнь таких верных, полуверных, верующих, маловерующих, которые всю жизнь прожили здоровой жизнью, физически, но так уходит в вечность неопределенно. Поэтому, пусть они умирают в вере, о которых мы говорим, не получив обещанное, но доверяя Богу до конца, дошли до черты, и он знает, что Бог может меня сегодня исцелить, Бог через час его забрал, и он в такой вере умер. это более благородное с точки зрения Бога, это более здравое и правильное с точки зрения Бога, чем глядя на жизнь маловерующих, полуверующих, неверующих, ну вот так вот. Есть моменты, где это произойдет, что сильный христианин умирает в вере, но как общая, глобальная его воля это исцелять, потому что в Библии написано, что он никому не отказал, он никому не показал причину болезни, ты виноват, потому что ты это не ел, то не пил, вовремя не спал, ты виноват, потому что ты грешник, Бог вообще, Иисус, живя на земле, вообще не указывал на причину болезни, он показал силу царства. Я пришел, чтобы люди имели жизнь и жизнь с избытком, если я голодный, это не жизнь с избытком, если я в отрепии хожу, это не жизнь с избытком, конечно, есть бедные страны, но мы также видим, как Бог и в этих бедных странах являет свою силу чудотворения и одевает своих, и кормит своих, даже через силу чудотворения, когда был 20-й год. Бог мне сказал, что сейчас, на данный момент, совершается агенда 77. Я изучила эту ситуацию. Да, план 77-го года начал реализовываться с 20-го года. И Бог начал мне показывать сны, введение откровения, что будет совершаться в Европе, что закроются границы, что и случилось в ноябре-октябре, 11 границ построили. Бог говорил, что будет чрезвычайное положение введено. Бог говорил, что в Европе будет мобилизация, и это Бог говорил 3 года назад, 20-й год, 21-й год, что будет мобилизация в Европе, когда вообще не пахло керосином или дымка не было. Бог говорил, что придут голодные времена, когда еще экономика цвела на самом деле, но 20-й год сделал большую перетрубацию в экономике. И вот я вижу серию снов, что будет происходить, что будет военное положение, что будет армия задействована в разных странах Европы, в том числе и в Америке, что будут гражданские войны местами. Вы тоже не пройдете мимо этой ситуации. Поэтому народ Божий должен готовиться принять удары, но быть в защите через власть и откровение о Божьей силе. Потому что написано, он поставил слово свое выше своего имени. И мы привыкли уже говорить, во имя Иисуса будет так, во имя Иисуса да будет так. И я хочу вернуться к мысли, которую ты сказал о болезни. Когда мы говорим, во имя Иисуса будет так, а оно не совершается. Мы как-то приходим в отчаянии. Почему? Или имя Иисуса ослабло, или мы не способны им пользоваться. На самом деле, его слово течет, его слово верно, и его слово всегда движет, потому что он есть дух и жизнь. Его слово не останавливается, оно не ограничивается. Проблема часто заключается в нас. Иногда люди говорят, я верю, верю, верю. На самом деле они просто хотят исцеления. На самом деле они просто хотят перемены. Но их вера не выросла до апогея, когда Дух Божий соприкасается с твоей верой и совершается действие. Но поскольку он поставил слово свое выше своего имени, что же получается противоречие? Он же высшая власть на земле – Иисус, потому что сказано, что ему все подчинено, верхние и нижние слои власти ему подчинены. Но почему он поставил слово свое выше своего имени? Да потому что он сам есть логос. Он сам есть слово, притворенное в жизнь, реализованное в жизни. Он сам, как слово, олицетворен на земле, и он показал силу и власть Божьего Слова через себя. Он принес Божье Слово с небес, он показал взаимоотношения Отца и Сына, а теперь мы имеем эту позицию Отца и Сына или дочерей Божьих. И как он функционировал в Слове, мы точно так же должны идти по его стопам. Кто мне служит, мне допоследует. И Иисус говорит, что он принес Слово свое для того, чтобы Слово его оживотворено было. И когда оно было оживотворено, когда пришел Дух Святой. Когда Дух Святой пришел, Иисус сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. Пришла сила, которая дает нам возможность стоять в позиции власти. Что такое власть? Власть – это скипетр, авторитет, позиция управления. Если за властью не стоит действующая сила, власть теряется. Но так как в том Слове, который является действующим, победоносным, функционирующим, всепобеждающим, за этим Словом стоит кто? Дух Святой. Вот почему мы можем действовать во власти. Потому что за нами стоит армия, то бишь сила Духа Святого и армия ангелов. Какие у Бога цели? У Бога цели неизменны. Спасать, побеждать всякую форму зла, исцелять, защищать, кормить, помогать, снаряжать. Ты как раз говорил этот текст Писания. Для снаряжения святых. Вот зачем существуют эти пять партий или пять направлений служения. Пророки, апостолы, пасторы и так далее. Он дал нам благодать через силу Святого Духа. Он обеспечивает нас, он дает нам безопасность. И много еще аспектов можно привести, я только некоторые беру, да? И Давид даже в Старом Завете понимал силу и власть Божьего Слова. Он говорит, Бог, ты припоясываешь меня силою и устрояешь мне верный путь. Но как? Как Бог припоясывал его силою? Он постоянно провозглашал Божье Слово. Власть пришла через осознание, и даже я точнее скажу, через откровение Божьего Слова. Когда я наполняю свой Дух Божьим Словом, я сливаюсь с Ним, с Божьим Словом. Авторитет, власть, утверждение, действующая, движущая сила, она тоже вливается в мой Дух. И плюс у меня есть Дух Святой, который эту силу утверждает и реализует. Когда я молюсь на новых языках, что написано в Библии? Говорящий на новых языках заряжает сам себя. Новый греческий перевод. Я заряжаюсь силой Божьей. Чем больше я молюсь на новых языках, тем больше духовной сущности вливается в меня. Чем больше я сливаюсь с Божьей истиной, тем больше утверждается мой духовный авторитет. И это симбиоз. Власть через Слово, сила через моление на языках. Власть через Слово. Такая позиция должна продолжаться ежедневно. Я не могу напитаться хлебом три дня назад и сегодня быть сытой. Так невозможно. Поэтому я всегда должен освежать себя Словом Божьим. Это Слово всегда должно преобразовывать, революционизировать мое сознание. И я постоянно должен молиться на новых языках. Поэтому Павел говорит, я больше всех вас говорю на языках. И люди думают, он полиглот. Нет. Он больше всех нас говорил на языках. Потому что есть разные тексты Писания. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Единократное принятие силы или постоянное наполнение, постоянный заряд идет? Постоянный заряд. Точно как и исходящее Слово, не исшедшее, единожды. Есть единожды исшедшее Слово, а есть, Христос сказал, живет человек исходящим. То есть оно постоянно, Бог постоянно посылает Слово. Да, Слово Божие течет. До сего момента я подписываюсь под каждым твоим Словом. Продолжай. Я внимательно тебя слушаю. Нам Слово Божие показывает, что Библия снаряжает нас против врага. Мы должны знать тактику врага. Поэтому мы смотрим, какая деятельность бесов через Писание. Мы на фактах жизни видим, какая деятельность бесов. Но я специально выписала много текстов Писания, которые говорят, какие методы, какую тактику, какая стратегия у врага, чтобы нам знать, какое нам применять оружие. Собственно, оружие у нас снайперское. И оно целенаправленное. Это Слово и Дух. И обмундирование, которое нам дает Дух Святой. Это мастерки, дары Святого Духа. Бог снаряжает нас в бою против врага. А кто является врагом? Смерть. Конечно, мы можем сказать, ну его время пришло, пусть умирает. Но нам дано право молиться. Сколько умирают молодых людей? Нам дано право молиться, противостоять этому духу смерти. Болезнь – это враг, нищета – это враг, неверие – это враг, одержимость – это враг. Нищета, да, нищета. Нищета – это враг, когда мне нечего кушать, и у меня нет сил ходить от того, что я голодный, я не могу проповедовать. Низложение личности – это враг. Дух противления, который противится евангелизации, евангелию, вообще всем заветам Иисуса. И я бы хотела подчеркнуть римлянам 5.17, что Бог дал нам власть через что? Через благодать и истину. И написано, нам не безызвестны промыслы и идеи дьявола, нам не безызвестны его умыслы. Ну или промыслы, да. Но на чем же базируется моя вера? На необходимости, вот я вижу беду, и мне надо бежать навстречу. Или моя вера базируется на воле Божьей, на воле Божьей, которая открыта уже в Писании. Поэтому, вот сейчас пару примеров приведу, одна теология, теология. Я сказала, что очень часто происходят моменты, когда умирают молодые, и это не воля Божия. Здесь я не буду спорить, когда, как, что, почему. Маленький пример расскажу. Я была на Тенерифе, это острова. Мне позвонила дочка в 4 часа вечера, говорит, мама, что-то происходит, все валится на меня. И у меня и права могут забрать, и штрафы пошли. Хотя она не гонщица, она только получила права. Если ты нарушаешь, права заберут сразу. Нельзя нарушать в течение двух лет, никакие знаки, ничего, не скорость. Мама, что-то происходит, я не знаю, я просто прошу, пожалуйста, молись за меня. На меня все валится. Где кирпич падает на меня, где балка падает на меня. Говорит, как будто меня дьявол преследует. Я говорю, не как будто, а точно. Есть причины, почему на тебя это валится. Ты зашла на территорию дьявола, и поэтому он дает тебе сдачу. Не ходи на эту территорию, чтобы не получить удары ответного характера. Я сказала, я буду за тебя молиться. Но когда я вернусь, мы сразу пойдем на освобождение, будем молиться о разрушении сил врага, прав врага и духа смерти. Потому что она говорит, так все выглядит, что он меня убить хочет. Хорошо, я молюсь. Осталась в доме, не пошла на море. И когда я молилась на языках, что-то резала там на кухне, вдруг я прокричала, беда идет. И я поняла, что это касается моей дочери. Я начала сильно молиться и провозглашать Божье Слово разных из разных текстов Писания. Например, Давид говорит, жизнь моя в узле у Господа, не развяжет ее человек, когда его преследовали. И я много текстов Писания говорила из 90-го Псалма, что Бог и наша защита, что имя Господа крепкой башни, убегает от нее праведник и безопасен. Я понимаю, что на ней всегда одежда праведности, но она поставила пятна на свои одежды из-за своего неверного, неправильного поведения. Ей было 18 лет. И я почувствовала приближение духа смерти в моей квартире. Я ощущаю иногда духовные силы, потому что дух смерти выражает свое присутствие холодом, давлеющим естеством своим и страхом. Просто какая-то обширная демоническая сфера начинает меня задавливать. Я стала противостоять этому духу смерти, опять молилась на языках, и я сделала вечерю. Я стала провозглашать имя Господа крепкая башня, это одна сторона, но кровь Иисуса, как дамба, не преодолеет ее враг, потому что Иисус триумфальный победитель. Написано, Он отнял силы у начальств и властей. А раз Он отнял, значит, никакой бес, даже дух смерти не может противостать силе и власти крови Иисуса Христа. За два часа я три раза сделала вечерю. Настолько давлеющая демоническая сила начала наполнять это пространство, где я была, я поняла, что дело идет к смерти и моментальной. Я провозглашала жизнь, я ходила туда-сюда по комнате, где я была, и говорила, Боже, ты не допустишь, потому что ты предупредил меня, что беда идет. Но для чего Дух Святой дает откровение? Чтобы она, беда пришла, или чтобы я ее предотвратил? Чтобы я ее предотвратил. А уже методика предотвращения оружия, которым я буду пользоваться, это, конечно, дух и сила. Я молюсь на языках, я провозглашаю жизнь, я делаю вечерю. Когда два часа я так воевала, я услышала, что мой телефон постоянно посылает какие-то сигналы. Я открываю фотографии, послал мой муж. Машина моей дочери лежит перевернутая вверх колесами в лесу. И три кадра сделал, но не послал никакого писания, потому что уже должна была подъехать полиция, и он не успел мне ничего сообщить. Конечно, он меня больше напугал, но я знала власть слова. Я сказала, так не бывает, чтобы какая-либо ситуация была сильнее власти слова. Так не бывает, чтобы какая-либо разрушительная сила была сильнее крови Иисуса. Так же быть не может. Она не может умереть, она не может стать калекой, потому что Дух Святой меня предупредил, и победа отвоевана. Через 15 минут мне пришло сообщение. Миречка абсолютно здорова, не царапины, машину увезли на свалку. Полиция приехала, все померила, посмотрела. А что там произошло? Оказывается, она ехала быстро, и был серпантин. Она не очень даже быстро ехала, 10 километров всего превысила. Серпантинная дорога была, и там стоит много крестов, там много людей разбилось, оказывается. И там нет даже ограничения скорости. Не указали на тот момент, по крайней мере. И идут очень часто деревья, поэтому люди врезаются в деревья сразу насмерть. А мой муж сказал, Нелли, там был ангел-миллиметровщик, что он пронес ее машину между деревьями, которые полтора метра стоят друг от друга. Нашел такое дерево, ее крутило на листьях. Листья были мокрые, и был дождь. Она даже не успела тормозить. Машину закрутила и выкинула в лес, и перевернула вверх ногами, потому что там была яма. Видно на бровку ямы, вернее, на рык, на эту яму она ударилась, и поэтому машина перевернулась. Она пришла в себя, позвонила сама папе, потом в полицию, и все было хорошо. Суть ситуации – я знаю власть слова. Иисус защищает нас через свое слово. Иисус исцеляет нас через свое слово. Я никого не хочу унизить, кто ушел во время ковида. Но я хочу рассказать, как Бог действовал во время ковида в моей личной жизни. Я тоже заболела. Меня поцеловали так активно, что через несколько дней у меня начался сильный ковид. И потому что мне один врач говорил, тебе надо переболеть для того, чтобы антитела выработались. Я приняла это слово – лжи. Я приняла внутри согласие, я утвердилась в том, что мне надо переболеть, и поэтому я заболела. Так я бы обошла эту проблему. И когда я заболела, я подумала, ну, два дня пройдет, как мне тот врач говорил, два дня я переболела, но зато будут антитела. И бумаги будут, что ты можешь потом летать, ты уже переболевшая. И не тут-то было. Каждый день плюс 40 и с половиной в час дня и в час ночи у меня начинается кризис. И у меня было четыре таблетки аспирина. Когда на третью ночь эти таблетки закончились, ты выпиваешь, температура падает, и ты можешь уснуть. Что мне оставалось делать? Это стыдно сказать, но я обратилась к Христу. Надо было вначале обратиться к Христу. Мой разум неправильно был заряжен информацией, и поэтому мой разум принял болезнь, и я не воевала с ней. Но когда уже стало совсем плохо, я не могу кушать, я не могу даже пить, у меня в желудке все остановилось, желудок не функционирует. Я лежа на кровати, включенной грелкой, под тремя одеялами, с тремя кофтами. Я спросила, Иисус, что за проблема ковид? Какой бес стоит за этой болячкой? Он мне сказал, исполин. Тогда я начала противостать этому духу и сказала, ты загнал мне эту болезнь. Еще какие-то были причины, почему она зашла в меня, даже это были причины медицинского характера. Я думаю, что меня специально заразили на одном функте медицинском. Но такие были планы врага на тот момент. И я стала противостать и сказала, выйди из меня дух нечистый, который атаковал меня через паразита этого. Ну, я его назову паразитом, он, конечно, не паразит. Вы верите, не верите, это ваше дело. В тот момент у меня резко началась рвота. Я вырвала пару раз, хотя я лежала на кровати. И я из-за температуры не могла вспомнить много текстов писания, как исповедовать и утвердить свою веру. Я вспомню только два текста. Ты избавишь меня, а я прославлю тебя. Да скажут избавленные Господом. Вот эти два текста я 10 минут повторяла. И когда я их повторяла, я почувствовала, мне жарко. Я сняла одну кофту, вторую выключила грелку. Все одеяло скинула. Мне опять жарко. Думаю, давай померяю температуру. 36,8. За 10 минут, когда я исповедовала Божье Слово, и вот эта зараза вышла изнутри, которая меня атаковала изнутри и поражала мой желудочно-кишечный тракт, пришла победа. Я тысячи раз убеждаюсь, насколько Божье Слово незыблемо. Но почему мы иногда проигрываем? Потому что мы не осознаем власть Слова. Нет откровения. Поэтому мы должны молиться об откровении и осознавать, раз он пленил плен, вот эти формы поражения, которые нам приносят, болезнь Х или Y, или как ее хотите, называйте, которые нам сейчас хотят предоставить на тарелочке, она побеждена властью крови Иисуса Христа. И если я иду вперед в будущее страшных дней со Словом Божиим, которое есть победоносно, я выиграю битву. А если я буду дрожать, трястись, соглашаться с тем, что нам предназначено отправиться в вечную жизнь молодыми, я не выиграю. Нужно знать, кто твой Творец. А как знать? Через ежедневное общение с Ним, через поклонение. Я очень люблю песни поклонения. Я просто таю в этих песнях, потому что в поклонении ты выражаешь свою любовь к Богу, и Бог открывается тебе. Почему? Да потому что так написано в 49-м псалме, что Бог пребывает среди словословия. Нелли, смотри, то, о чем ты говоришь в идеале, это очень правильно. Что мы можем сказать нашим домохозяйкам, которые имеют за своей спиной на своей кухне 8 или 9, или 10, даже 11 детей, и в голове у которых домохозяек наших, сестер, благочестивых, благословенных, мысль, чтобы прокормить. У них, к сожалению, нету достаточно времени, чтобы постоянно, вот как ты можешь, у тебя дети взрослые уже, ты можешь находиться постоянно в этой атмосфере, слово власти провозглашать, запрещать, повелевать. Что ты можешь сказать тем, которые не имеют такой возможности, потому что многодетная семья, огромные билы в Америке. Осложненные условия жизни, скажем так, да? Огромные билы, билы огромные, совершенно верно. Во-первых, я хочу подчеркнуть, что я тоже домохозяйка. И вся моя библейская школа – это кухня. Я включаю радио и слушаю Слово Божие день и ночь. Ну, ночью нет, я сплю. Я слушаю Слово Божие постоянно. Я готовлю, я общаюсь с людьми, я могу паузу сделать, но я слушаю и впитываю, и впитываю. Каждая домохозяйка имеет эту возможность – включить диктора, который говорит Божье Слово, и пропитываться им. Каждая домохозяйка куда-то едет. Это ее выбор. Она песенки включает, новости или Слово Божие. Если домохозяйка хочет, чтобы ее дети были живы и здоровы, у нее другого пути нет, как Слово Божие. Если домохозяйка видит, что у нее огромные проблемы финансовые, значит, она не пропиталась Словом Божиим, который поможет тебе победить эту сферу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе. Все заботы ваши возложите на него. Если я только эти два текста знаю, мне уже достаточно, чтобы утвердить свою веру. Почему? Потому что ко мне придет уверенность, абсолютную уверенность в воле Божией. Он снабдитель, он обеспечитель. Каждая домохозяйка знает, что он делал, живя на земле. Поэтому если она самый занятый человек на свете и будет размышлять о Божьем Слове только о нескольких текстах, победа придет. Потому что ей, как домохозяйке, надо возлагать руки на больных детей. Ей надо обеспечить семью. Некоторые есть отдельные домохозяйки, у которых нет мужей. Если она будет размышлять, что Бог неизменный, если она будет размышлять о том, что Он есть любовь, Он ее любит и не хочет, чтобы она жила в нищете, в бедности, в несчастье, в разбитом состоянии, в Библии написано «помышляйте о горнем». Кому это написано? Домохозяйкам или пасторам? Всем. Когда я буду помышлять о высшей категории вещей, о Слове Божьем, я уже победитель. Потому что на чем зиждется власть? На знании своей позиции. Кто я? Для Иисуса я не домохозяйка. Я для Иисуса Христа представитель неба. Я для Иисуса Христа дочь царя царей. А раз я его дочь, значит, его власть, его возможности, его способности распространяются на меня. Я как домохозяйка в любую минуту могу петь и молиться на языках. Ну, только не в трамвае. Дома у себя занято, на кухне, в бане. Я везде хожу по дому и пою на языках. Немного сложно постоянно говорить, пересыхает горло. Поэтому я пою на языках. Так что сейчас нет. Я вообще говорю, если часами ты молишься на языках, каждая домохозяйка имеет возможность в мыслях молиться на языках. Дети ушли, ты можешь потратить свое время на суету, а можешь на углубление в Слове Божьем. Для завтрашней победы. Мы победители во Христе Иисусе. Я сознательно нас с тобой в беседе опустил на средний уровень. Хорошо. Потому что нас смотрят разные категории и сословия нас. Поэтому это также было для вас, уважаемые дорогие. Сколько у нас минут? У нас 4 минуты осталось. Иисус говорит, вот даю вам власть наступать на всю силу вражьем, на змей и скорпионов. Кто молится за наших больных детей? Мы домохозяйки. Кто славит Бога? Мы домохозяйки. Мы не пасторы, мы не великие какие-то служители. Мы просто домохозяйки. Я тоже себя к ним отношу. Я не называю себя никем, никаким авторитетом. Я простая домохозяйка. Я простой ученик Иисуса Христа. Каждая домохозяйка – это ученик Иисуса Христа. Если он уже пленил плен, я могу воспользоваться его победой. Есть такие местописания. Например, я о детях молилась и молюсь, когда они уклонялись от истине. Все говорят, я и дома, и будем служить Господу. Но есть тексты, которые говорят, что плененные сильным будут освобождены. И добыча тирана будет избавлена. И сыновей твоих я спасу. Я сам буду поборать за тебя. Я сам буду воевать за тебя. Когда? Когда его слово станет основой моей жизни. Откуда дерзновение? Да, приступаем с дерзновением к престолу благодати. Откуда? Через общение с ним. Есть разные формы, о которых я сейчас сказала, которые доступны всем. Чтобы творить волю его, мы должны обмундироваться в одежду воина. Я воин на кухне, я воин во дворе, я воин в быту, я воин на работе. Но также, как любому служителю, христианину, домохозяйке, тоже нужен самоконтроль, дисциплина и подчинение воле Божьей, подчинение Христу. Просто мне нужно перестроить мое мировоззрение. Если у меня было мировоззрение, что я ничтожество, я ничего не могу, я маленький, я на плинтусе, ты ничего и не победишь. И никогда не победишь. А если ты примешь мировоззрение Слова Божьего, что Он дал нам благодать, давайте еще раз посмотрим. Римлянам 5.17. Написано. Можно найти. Я не читаю, да. Нет, я хочу новый перевод сказать. Римлянам 5.17. Написано, что как одним человеком смерть вошла в жизнь, так одним человеком Иисусом Христом пришла благодать для царства. Вот старый перевод, там написано было... И дар праведности будут царствовать. Благодать и дар праведности будут царствовать. Когда я читал этот текст, во мне ничего не тревожилось и ничего меня не задевало. Ну пусть себе царствует благодать и праведность. Когда я была в Греции, на Кипре, и гречанка с нового перевода, с греческого оригинала прочитала этот текст, в моем сознании произошла революция. Там написано, мы будем царствовать посредством благодати и праведности. И когда я все другие переводы смотрела, да мы просто не обращали внимания, не сфокусировались на то, что не благодать и праведность отдельно от нас будут царствовать, а мы будем пользоваться этими инструментами для того, чтобы утверждать царство Божие на земле. Это и есть жезл власти и инструмент управления. Благодать и праведность. Праведность – это мое состояние, моя позиция, мое следование за Христом. Благодать – это сила Евангелия, которой я пользуюсь, сила для творения, сила для утверждения Божьей славы, Божьей власти в моей жизни. В каких сферах? Например, судебные дела. Одна баптистка звонит мне и говорит, вот тебе бытовой пример. У меня будет суд. Старый хозяин потребовал, чтобы я выплачила большую сумму за свет, хотя был устный договор, что я платить ничего не буду, потому что он не утеплил стены. Но прошло пару лет, и он решил воспользоваться как бы моей забывчивостью. И подал на меня на суд документы, и меня теперь завтра будут судить. Что делать? Я говорю, нужно сделать духовное действие, пророческое действие. Возьми письмо из суда или от адвоката, и давай мы помолимся. Возьми его, сверни. Я говорю, сверни, закрой его и скажи, я закрываю это дело. Для людей, для баптистов это вообще непривычно, но я учила ее действовать во власти. Потому что в Библии написано, про Авраама речь идет, он называет несуществующее, как существующее. Когда о сыне будущем шла речь. А в оригинале написано, он вызывает из небытия к бытию. Я показала ей, что у нас есть Божьи возможности, Божьи способности. И это произошло. Да, и так случилось. Я еще сказала, закрой и скажи, я закрываю это дело. И поставь кулаком своим печать, сделай пророческое действие, скажи, да будет так. Мы говорим, да будет так, я учу людей по-другому. Так будет. Потому что когда Бог творил, Он говорил, так будет, так будет, так будет. Это повелительная форма. Повелительная форма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok